Я сейчас не хочу никого обидеть, это может быть, но только надо быть очень сильно внутри себя, для того, чтобы это все как бы, да, чтобы заинтересовать не только сверстниками. А там поэзия очень открытая, и она интересуется, при том, что очень тихая, спокойная жизнь, когда я приехала в Таллинн, и, кстати сказать, доброжелательный, говорящий по-русски, любящий русских, все, не верьте ничему, и когда я приехала туда, и так, знаете, вот машина прошла, прорщалась, а вот учитель вторая, я говорю, какой у вас такой ритм жизни совсем не похож, так сказать, на нашу, и все. Они говорят, что президент у нас поставил задачу сделать страну, в которой не будет никаких событий потрясающих. Это будет тихая, спокойная, провинциальная Европа. И вот в этой тихой, спокойной, провинциальной Европе вырастает поколение поэтов и русскоязычных, и пишущих на своем родном языке, которые очень интересуются миром. Вот это удивительно. У нас, как страна, которая открыта для всех, ничем не интересуется, только рассказывает о себе, но и при том, что рассказать нечего. Извините, может быть, я сейчас провоцирую вас на то, чтобы вы сказали мне, что я не права, и я буду их рада. Я специально, может быть, чуть-чуть таким являюсь провокантом. Вот, поэтому, в отличие от журналов «Знамя», которое сейчас придет, «Знамя» делает очень большие подборки и очень много стихов ставит в номер. Это их право. Я делаю большие подборки только тогда, когда я вижу, что это стоит. В остальном, мне кажется, что это начинается заполнение пустот, такая стекловато, когда, значит, не хватает рассказов. Ну, Аля, вы знаете, что мы не можем изменить. У нас 190 полос, и мы не можем сделать 189. Вот, поэтому вот это вот заполнение пустот обычаев я предпочитаю не делать. Я не отыгрываюсь на стихах. Предпочитаю, как в XIX веке, если в этот раз мне не нравится, и я чувствую, что нет того, что я бы хотела поставить в этот номер, можно обойтись одним стихотворением. Такое в толстых журналах XIX века было. И...